Андрей, начинаем. Наконец-то ты в сборной. В ноябре не получилось приехать из-за травмы. Сейчас ты здесь. Какие эмоции от вызова? Прекрасные эмоции, великолепно все. Что это? Все. Первая тренировка уже прошла. Как позанимались? Было очень много позитивных эмоций со стороны от вас. Продуктивно позанимались. Понятное дело, что март, качество полей, качество исполнителей. Но в целом нормально. По кому и почему больше всего соскучился? По вратарской бригаде, естественно. Когда ты играл в Байере, в одном из матчей защитник вышел в твоем вратарском свитере и отыграл в воротах. Да. Топсов, по-моему, это был. Верно. Кто из игроков сборной России готов? Бушаков. А сейчас. А кто готов? Готов собирать в воротах, да. Это не квиз, а вот именно вот. Тяжело сказать, потому что ребята обновились и все, так скажем, наши ряды рядеют и рядеют из тех, кого я, ну, с кем был знаком. Поэтому тяжело сказать. Много новых лиц, поэтому в процессе. А из старых, если вспоминать? Из старых? Ну, Долер Универсал, который играл, по-моему, на всех позициях, вот я думаю, что мог бы. И в воротах очутиться. А так? Самых известных и вкусных сладостей. Просили ли что-то партнеры из сборной привезти? Нет, честно, не привез ничего, поэтому никто не просил, видимо. Все сытые, тем более здесь запрет на сахар. Здесь ничего не изменилось, если мне память не изменяет, поэтому... Поэтому как-то так. На сборах в ротари проводят очень много времени вместе. О чем обычно общаетесь? Ну, как и о чем? А... О всем понемножку. О самом главном. Из того, что можно озвучить, что было самым последним? Самым последним... Так, ну о чем мы общались? Самым последним мы общались, как перчатки стирать, чтобы защитный слой там смыть, вот это, чтобы не портился качество. Вот из последнего вот. А так? Ну, до этого там много о чем. Ну, о жизни, о семье, у кого что, как, там, различные жизненные ситуации, то есть, ну, так. Матвей Сафонов перед сбором говорил в интервью, что хочет с тобой обсудить, каково это играть в Еврокубках. А что, Матвей Сафонов не играл в Еврокубках, что ли? Нет, именно сейчас. Обсуждали? Пока еще не дошли. Матвей, ты же не играл в Еврокубках или забыл? Ну, говорят, хотел спросить, каково это играть. Ты же играл, ты в Лиге Чемпионов играл. Да, играл. Уже забыл. Забыл уже? Я же забыл, значит, забыл. Все, обсудим, обсудим. 209, 209 обсудим. Все, согласен. Мы попросили задать вопросы еще болельщиков, и самый популярный вопрос был, почему номер 99 у тебя? 99, ну, все просто, потому что, когда я приходил в Зенит из Уфы, там были какие-то свободные номера, то есть, в которых у меня не было никакой там привязки или еще чего-то. И, в принципе, у меня там нету чему-то привязки. Просто из номеров, которые были, там 5-6 номеров, мы закинули, написали их на бумажке и закинули в шапку, и перемешали, вытянули 99, и все так как-то. Ну, понравилось там, 99, круто. Впереди матчи с Парагваем и Сербией. Каких игроков ты знаешь? На что тренерский штаб обращает внимание? Как проходит подготовка к играм? Ну, сделали пару теоретических занятий. Там ребята, когда я еще не приехал, поэтому я думаю, что идет подготовка по плану. Поэтому я думаю, когда ребята остальные подъедут, будет более детальный просмотр, уже непосредственно главные нюансы, да, и как играть против них, и как самим играть, да, там, в плане в атаку. Поэтому я думаю, сейчас, когда все вместе соберутся, думаю, более уже будут акцентированные моменты в плане теоретических занятий, и в плане тренировок из команд, ну, и на поле, я имею в виду, то будет более ценно-направленное упражнение непосредственно под ближайшую игру.